Ну вот, вслушиваемся. Тревога и дождь идёт. Такая погода. Лето, август. Народ, привет. Вот у нас небольшой влог будет кусочки Киева. Военное время. Покажем вам просто некоторые моменты нашего отпуска в городе Киеве. Сейчас мы на Русановке парке. Видео было в прошлом году. Чудесное мирное видео. И вот сейчас здесь тоже такая красота. Наташа, как эти называются цветы-то? Мне понятия. Гортензия, глипциния. Очень красиво. А вот там аллейка, где все страны садили по дереву. Сейчас идём на пляж. Увидимся с семьёй. Вообще с семьёй, с друзьями. Вот такие вот приятные встречи, когда ты приезжаешь в Киев. Всё, сейчас вперёд. Пройдёмся. Погодка уже тёплая. Мы приехали, заболели. Две недели почти не выходили. 38,5 было. У Наташи было 35,4. Не было нюха, запаха. Наташа говорит, не-не. Не комит по-любому. Ну вот такие небольшие, приятные кусочки Киева. А ну ветер, смотри, небольшой. На флаг. Сейчас увеличим. Небольшой ветер. Увиди товарища себе. Удыхай. Видео, повторюсь, про Русановку уже было. Люмезин плавал по воде. Оставлю в описании. Посмотрите обязательно. Всё равно принято. А мы вперёд на пляж. Класс, подхожу уже к пляжу. Ну и самое важное, это увидеть родных, близких и семью. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Да, привет. Ну вот дом на кошице. Сюда попали остатки, осколки, ракеты. Смотрите. Это или 25-го, или 26-го февраля произошло. Смотрите, просто. Ну, никакой бузы насильный вверху вообще. Это пожар был. Люди флаги повесили украинские. Падлы. Российская армия. Ну вот видишь, что-то видновливают уже. О, что-то как-то. Вообще, капец, как там живут в квартирах. Просто залепили и всё. Я думаю, что не живут. Ну, в этих точно нет, в нижних нет. Ну, там вот парень, я видела, на предпоследнем этаже вышла. Девушка. Кошмар. Вообще, капец, залатали их вот так, по-моему, дома. Эх. Так, пришли, погуляли. Не, мы знали, что тут дом, но не знали, что холодно будет. Так, что такая беда. Просто. Смотри. Нету, да? А выставили цветы. Ну, это. Вот. Чуполь так-то подышала. Так, летела, падла, и всё. Доказательство русского мира. Освобождение. Освободителю. О, забанят это будет. Ну, шо. Ну, печально. Это ещё, там сколько-то, я даже не знаю, погиб тут кот. Не знаю, честно, это уже вообще даже. Не знаю, наверное, зеркать были, если не видно. Не, конечно, были. Там и в больнице везли людей, и всё. Эх. Вот так. А целые города посносили. Это, вон, пожалуйста, Киев. Очень населённый район. Ну, шо, идём туда, налево на это. Выйдем? А чё не выйдем? Выйдем на это, на, туда. Надо всё. Сидите по домам. Русский мир. Вы тут не нужны, и вам тут не рады. А окна много где повыбивало. Ну, даже он там вот. Он просто выбил. Вот котики такие красивые и немаленькие, особенно дальний тот. Это просто такой спортивный котик. А что, они сосиску едят, смотри. Вообще классно. Это школа, да? Нет, это не сосиска, мяско даже. Кто-то в школе кормит котиков. Не, ну, явно, что вот так вот просовывают. О, поганьте. Поскольку их чёрные, вон, какой красавица. Сейчас такой дальний-дальний, посмотри. Вон, самый крупный из них, по-моему. Вот тут вообще, да, когда уходил. Сейчас я приближу. Поганик. Это, знаешь, медленно, размеренно, никто никуда не спешит. Шикарные такие. Поганые. А вы ещё здесь, смотри. Ой, рыжие это. Ой, тоже здоровые. Слушай, что-то один тут, конечно. Боже, у неё как-то как... Боевые коты какие-то. Лёва какая-то. Если сравнить с нашими котиками в Эмиратах, то там просто какие-то сдохли. Сколько? Шесть? Шесть. Это седьмой идёт, рыжая. Ну, слава богу. Хай едять. Ну, так же эта встреча не только с семьёй, не только покупки, еда, небольшой шоппинг, но и встречи с друзьями, конечно. Примерочка в кузатой хате. Всю еду уже съели. Кстати, в кузатую хату так обновили. Нарьба Толстого. Очень клёво. Очень нравится. Ну, а здесь мы сидим с друзьями, встречаемся. Так, ну что, показываете там подарочки. Это наша Людочка. Обмен платочки и паутинка. Ну как, Наташа? Кстати, это Люда, а шьёт сама. Вяжет. 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 Не, хватит, хватит. Всё? Надо, чтобы пушить. Так, уменьшаю. А ну, как? Ну как, пишите комменты, что там у Наташи. Ах, паутиночка какая. Лёгкая кольчушка. Будете заказывать, пишите комменты. Сдам локацию, сдам автора. Автор очень модный художник в Украине. Идём в эпицентр. Нужно кое-что купить домой. И вот перед нами такие своеобразные баррикады. И на любой стороне ёжики стоят. И мешки. Ну это на всех станциях. Ну это ж не метро, это въезд. Да, это въезд. Вот, казняки здесь рядом. Вот обошли с другой стороны. Смотрите, укрепления какие. Вообще, да. Как бойница открыта. Ну вот. Как-то так оно выглядит. Печаль. Вышли купить хлебушка. Не дошли. Тревога и все паркинги сейчас. Продавцы, покупатели. Все стоят. Наташи пришло сообщение. Оказывается, если включаешь локацию на телефоне, и тебе приходит сообщение, что тревога и так же приходит, когда отбой. Сейчас давай покрутимся. Покажу такой паркинг. Все стоим. Сейчас еще и восьми нету. Но тут так темненько, конечно. Вот. Сволочи. Это что-то они зарядили. И ночью было, и сейчас. Сволочи. Можно сволочи говорить, правильно? Да? Конечно. Так что вот такие у нас кусочки Киева в этом году. Невеселые. Что еще беспокоит в Киеве, конечно, это звуки тревоги, которые и днем, и ночью. И в метро застают как-то я. Где-то на час застряла в метро, потому что не шли поезда в нужную мне сторону. Ну, жесть, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok